Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Здравствуйте, друзья! Сегодня наш ролик будет посвящен тому, как можно на приме сделать ароматный дистиллят. В данном случае я буду делать его по методу сходному с отвобливанием. Разница только в том, что при отвобливании гонят сразу из браги, а я буду гнать из сырца. У меня здесь в кубе 23 литра сырца разбавлено до 10%, практически до крепости браги. Почему из сырца, а не из браги? В сырце высчитать количество абсолютного спирта вообще не представляет никакой сложности. А в браге немножко сложновато. Можно, конечно, высчитывать по сброженному сахару. Но, учитывая, что зерновые браги, особенно те, которые идут для бочки, я всегда немножко закисляю. То есть, даю им постоять, чтобы пошло легкое закисление. А потом перегоняю. В этом случае спирта в браге становится меньше. Но при перегонке образовываются всякие сложные эфиры. И напиток в бочке получается более достойный. Теперь буду собирать колонну и приступать к перегонке. Включаю нагрев. Нагрев пошел. И начинаю собирать колонну. В принципе, это будет обычная прима с метровой царгой, набитой СПН. Единственное, внизу под царгой будет еще нижний узел отбора. Ну, как, будет обычный узел отбора от Алексея Сусалева. Единственное, что он у меня будет использоваться как нижний узел отбора. Собираю, потом все покажу. Ну, вот, друзья, аппарат я собрал. Как я и говорил, это обычная прима. Единственное, вот внизу расположен узел отбора по жидкости. Используется как нижний узел отбора. Через него я буду отбирать переходные фракции. Далее, соответственно, метровая царга медная. Ну, и потом узел отбора и дефлегматор прима. Решил заодно протестировать новый узел отбора. И дефлегматор в свободное время делал для продажи. Посмотрю, что из этого получилось. Ну, а с другой стороны, что может не получиться? Теперь жду, пока сырец закипит. И начну отбирать головы. Далее, тем, у кого нет узла отбора дополнительного, чтобы поставить его внизу, в видео я буду добавлять комментарии, как можно обойтись без него. Конечно, немножко похуже все это дело получается. Но обойтись можно. Ну, вот сырец у нас закипел. Температура в кубе 91,5 градус. Учитывая, что жидкость в кубе низкоспиртуозная, диоптер практически сразу покрылся конденсатом, как обычно случается уже в конце перегона спирта сердца. Ну, и температура 91,5 тоже уже не начало обычного перегона. Ну, да ладно. Сейчас уменьшил мощность нагрева до 35% и оставил колонну работать на себя. Пусть поработает полчасика и начнем отбор голов. Колонна проработала на себя уже 40 минут. Можно начинать отбирать головы. Приемную емкость для голов я уже поставил. Соответственно, открываю отбор, учитывая, что игольчатый кран я сегодня не ставил. Поэтому отбирать головы буду по пару. Сейчас открываю краник. Где-нибудь отбор налаживаю полторы, вернее капля в полторы-две секунды. Потому как голов здесь немного, около 200 миллилитров отбирать нужно с этого объема. И нужно растянуть это дело по времени, чтобы головы отошли максимально из всего сердца. Все, как это я буду настраивать, показывать не буду. Как-то все примерно так, чтобы сильно не затягивать ролик. Головы отобрались. Я сейчас сделал органолептическую пробу. Головных фракций там уже не чувствуется. Поэтому меняю приемную емкость. Увеличиваю нагрев до 47%. ТЭН от Дистиларуса, который заявленный 3 киловатта. И закрываю отбор по пару. Нет, единственное, что еще нужно сделать, это нужно сбросить вот эту вот жидкость, которая здесь в трубке. Потому что она сюда попала сразу после того, как колонна только запустилась. Соответственно, там по большей части головы. Поэтому я сейчас шлангочку бросаю назад к головам. Снимаю зажимчик. И все быстренько перетекает. Ну, а теперь снова меняю емкость. Так, пока что далее буду отбирать все по пару. То есть, открываю полностью отбор по пару. и начинаю отбор тела. Одновременно с этим на нижнем узле отбора приоткрываю зажим Гопмана и начинаю отбор каки из нижнего узла отбора. Отбор делаю довольно большим, но не настолько, чтобы оттуда шел пар. Вернемся к тем, у кого нет нижнего узла отбора. Ну, либо узла отбора, которые можно вместо него использовать. В этом случае нужно просто-напросто оставить мощность примерно ту же, что была при отборе голов. Там где-то у меня получилось наверное около киловатта. И полностью открыть отбор по жидкости. Но в этом случае колонна не должна быть утепленной. чтобы была воздушная дефлегмация. Потому как воздушная дефлегмация будет возвращать переходные фракции и изоамиловые спирты в куб. Что позволит вам отобрать довольно чистый продукт. Без слишком вонючих примесей. Ну и соответственно в этом случае просто-напросто отбираете в таком режиме. до того момента пока по органолептике вам не покажется, что вполне достаточно идет уже что-то то, что вам совсем не нравится. Ну, поэтому все ясно. Далее отбираю тело. Вот в таком режиме мне нужно отобрать примерно 50% по абсолютному спирту. Соответственно отбирается сразу и тело в банку ну и в пластик отбирается кака из нижнего узла отбора. Почему кака? Ну, кто попробует потом понюхает это дело и поймет почему я ее так называю. Вдыхать полной грудью не советую. Запах еще тот. Отобрал почти литр продукта. Нижний узел отбора я уже перекрыл ориентируясь на запах ну не так давно потому как из нижнего узла отбора уже вонючка перестала идти и шло такой зерновой шикарный запах. То есть как раз вот эти ароматные хвостики начинали идти. Теперь уменьшаю мощность до 35% снова ну и полностью открываю отбор. И все. Теперь у нас все идет в отбор. и соответственно отбираю по органолептике до того момента как пока мне не понравится то что идет из аппарата. Отбор подходит к концу добирается оставшийся спиртик. что еще хочу добавить. На прямотоке я отобрал часть продукта. Температура начала резко расти в тот момент когда мне не понравилось то что там текло я включил снова перекрыл отбор по жидкости и по пару снова включил колонну для того чтобы дожать остатки спирта. Сейчас пока все идет нормально но судя по количеству где-то уже рядом у нас окончание погона. Погон я остановил продукта отобралась на мой взгляд чуть более чем полтора литра. завтра посмотрим как это будет выглядеть на столе на аромат на вкус потому как сейчас уже ну очень поздно. Да чуть не забыл погон закончил при температуре в кубе 88 с половиной градусов. Наступило утро вот я достал баночку то что мы с вами гнали и что же мы получили ну видно что в баночке чуть более полутора литров где-то 1,6 литров продукта крепость я померил крепость составляет 94% я даже вон там совсем немножечко разбавил и налил в бокальчик чтобы все это дело можно было продегустировать да конечно оно не отдохнувшее резкое и так далее но общее понятие уже сформировать можно так вот мы с вами гнали гнали вчера полдня а что мы гнали оказывается гнали там и сырец кукурузный то есть это именно тот сырец который я делал для кукурузного виски брагу ставил вот в этом ролике ну и далее потом в другом ролике все это дело перегонял у меня просто немножко оставалось сердца и как раз он пригодился для вот этого эксперимента что у нас получилось вот давайте попробуем ну аромат замечательный не слишком жирный просто прекрасный такой кукурузный сладковатый с такой небольшой резкостью от ржи в аромате мне очень нравится что во вкусе а вкус я вам скажу тоже довольно не дурен получил получился замечательный напиток для употребления в белом виде то есть если делать для бочки то все ароматы надо отбирать поглубже это тоже в бочке будет неплохо но я считаю что он как-то больше подходит для употребления в белом виде что еще по а ну да я же еще в процессе тестировал узлы от новой примы из 42 трубы ну прима отработала на ура а куда она денется прима она и в Африке прима все работает стабильно все хорошо тем более что если взять демрот то здесь демрот из 5 метров медной трубы шестерки то есть он с громаднейшим запасом поэтому никаких проблем не возникает еще один положительный момент вот такого демрота при наличии двух уголков его можно поставить на куб и использовать для перегонки в режиме подстил холодный сырец в таком случае не получишь но перегонять можно замечательно и довольно на больших мощностях ну а теперь давайте вспомним основные этапы перегонки то есть у нас было два варианта один который мы снимали был с нижним узлом отбора и проговаривался еще без нижнего узла отбора давайте поговорим сначала о перегонке с нижним узлом отбора при перегонке с нижним узлом отбора как мы делали нужно разбавить цирец до крепости не более 14% в этом случае из-за амилол и переходные фракции в кубе испаряются в первой части погона и мы их замечательно можем отобрать через наш нижний узел отбора потому как попадая в царгу с насадкой они у нас опускаются вниз и в нижней части шикарно отбираются на опыте я в этом убедился полностью ну а теперь по этапам то есть мы собрали нашу колонну поставили нижний узел отбора запустили ну первое первое как обычно отбор голов отбираем головы я отбираю 8% от абсолютного спирта обычно ну и далее по органолептике после отбора голов приступаем к отбору 50% тела на колонне и параллельному отбору из амилола с переходными фракциями то есть всех наших вонючек из нижнего узла отбора для чего мы запускаем отбор как обычно и открываем нижний узел отбора нижний узел отбора можно открывать полностью но в этом случае нужно будет делать петлю типа сифона чтобы пар не выходил напрямую через нижний узел отбора в атмосферу ну либо ставить какой-нибудь зажимчик гофмана как я либо игольчатый кран который будет немножко притормаживать отбор и не будет выхода пара через трубку нижнего узла отбора следующий этап это отбор ароматной части то есть когда мы отобрали примерно 50% абсолютного спирта от того что у нас есть мы нижний узел отбора закрываем в принципе можно его закрыть и раньше можно просто органолептически контролировать что из него идет и когда вы чувствуете что вонючки идти перестали его можно прикрыть и раньше но в принципе вот вместе с отбором примерно 50% абсолютного спирта прикрывается нижний узел отбора и переходим к отбору ароматной части для чего просто-напросто открываем отбор по жидкости полностью именно по жидкости не по пару по пару в любом случае будет возврат флегмы а это уже не будет прямоток а нам нужно отобрать практически прямотоком то есть мы включаем отбор по жидкости полностью и отбираем наш спиртик продукт до того момента пока нам его органолептика нравится если органолептика перестала нравиться отбор ароматной части прекращаем снова начинаем отбор по пару либо по жидкости но уже дозированный для того чтобы восстановить нормальную работу колонны и дожать часть товарного спирта товарный спирт дожимается элементарно даже без автоматики то есть вы можете открыть и наблюдать за температурой в голове колонны если вы видите что температура начинает чуть подрастать это абсолютно не страшно потому что самые-самые вонючки мы уже отобрали через нижний узел отбора у вас попадают всякие там предхвости ароматные которые сделают продукт только лучше а не хуже и соответственно видите температура начала подрастать можете кран отбора закрывать полностью и немножко погулять пока погуляли у вас в колонне все процессы стабилизировались и можно опять открывать узел отбора и снова отбирать нормальный спиртик продукт в котором никакой каки не будет за счет этого дожимается товарный спирт довольно неплохо я вот дожимал до 98 с половиной градусов в кубе и все отлично и у меня я говорю отличный продукт получился абсолютно для употребления в белом виде то есть там никаких неприятных вещей в нем нет вот в принципе и все что по тому отбору который мы подробно рассматривали в нашем видео далее давайте если у вас нет нижнего узла отбора ну у меня как я говорил вот такой вот есть узелочек отбора от Алексея Сусалева замечательный компактный маленький который я в данный момент использовал если у вас такого нет и негде его взять ну либо нет возможности тратиться на дополнительные детали то можно отбирать без ароматный продукт без нижнего узла отбора единственное что продукт тоже получается хороший все но с нижним узлом отбора мы избавляемся от всех вонючек и вероятность того что часть из них попадет в продукт гораздо ниже но теперь давайте разберем основные этапы перегонки без нижнего узла отбора то есть в принципе все этапы абсолютно те же то есть отбор голов как обычно потом у нас был отбор 50% тела на колонне но и замелола с переходными фракциями из нижней части здесь у нас этот этап просто выпадает потому как нижнего узла отбора у нас нет поэтому сразу переходим к подбору к отбору основной части тела с ароматными фракциями вот еще какие важные моменты в случае такой перегонки разбавлять сырец не нужно то есть получился у вас там сырец 25-30 градусов даже 35 так и заливаете его в куб ну и соответственно царгу утеплять тоже не нужно должна быть воздушная дефлегмация во-первых чем крепче сырец вы залили тем меньше в начале испаряются все вонючки переходные фракции из-за амилол и это позволяет вам как можно больше отобрать продукта до того когда полезет вся эта кака поэтому все это дело нужно делать с воздушной дефлегмацией ну и желательно чтобы было попрохладнее все-таки потому что в жару все это дело реализовать довольно сложно так что еще можно добавить да скорость отбора вот отбор основной части тела с ароматными фракциями у нас лучше вести на небольшой скорости чем меньше будет скорость тем более хороший и питки и напиток вы получите тем меньше в него попадет всякой катик плюс что ну отбор основной части тела с ароматными фракциями мы проводим так же как отбор ароматной части в первом случае то есть мы полностью открываем отбор по жидкости ну и в этом случае самое хотя и там в первом случае я тоже уменьшаю мощность нагрева хотя в первом случае это не так критично во втором случае мощность нагрева надо уменьшать и отбирать как можно медленнее ну и крайним этапом будет также дожим товарного спирта то есть мы опять переходим к дозированному отбору чтобы был возврат флегмы и максимально дожимаем товарный спирт чтобы у нас ничего никуда не пропало вот в принципе и все что еще можно добавить это этот метод основан на методе отвобливания в принципе в этом методе используют даже не сырец вот с нижним узлом отбора который метод даже не сырец а можно гнать прямо из браги но я делаю из сырца потому как когда как я уже говорил когда я делаю зерновые браги я их немножко искусственно закисляю то есть даю немножко подкиснуть не сильно а немножко в этом случае спирта остается чуть меньше но появляются дополнительные интересные ароматы на этом в принципе все всем всего доброго хороших и вкусных напитков вам то есть вот 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 вот